Среди евангельских сюжетов один из самых загадочных – рассказ об искушении Христа. Подробный рассказ о пребывании Иисуса в пустыне содержится у Матфея. Тогда Иисус возведен был духом в пустыню для искушения от дьявола и, постившись сорок дней и сорок ночей, напоследок взалкал. И приступил к нему искуситель и сказал, «Если ты Сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами». Он же сказал ему в ответ, «Написано, не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьего». Потом берет его дьявол в святой город и поставляет его на крыле храма и говорит ему, «Если ты Сын Божий, бросься вниз, ибо написано ангелом своим, заповедует о тебе, и на руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоею». Иисус сказал ему, «Написано так же, не искушай Господа Бога твоего». Опять берет его дьявол на весьма высокую гору и показывает ему все царства мира и славу их. И говорит ему, «Все это дам тебе, если, пав, поклонишься мне». Тогда Иисус говорит ему, «Отойди от меня, сатана, ибо написано, Господу Богу твоему поклоняйся, и ему одному служи». Тогда оставляет его дьявол, и все ангелы приступили и служили ему. Описанная история ставит перед нами множество вопросов. Насколько буквально следует ее понимать? Сама манера изложения, в чем-то напоминающая библейский рассказ о том, как змей искушал Адама и Еву, заставляет нас воспринимать этот рассказ не просто как историческое повествование, а как обобщение особого духовного опыта, пережитого Иисусом в пустыне и явившегося следствием длительного поста. Источником информации здесь может быть только сам Иисус, поведавший об этом опыте своим ученикам. Других свидетелей не было. Из дальнейшего повествования мы увидим, что Иисус совершит множество чудес. Но чудо всегда совершается им ради людей, а не ради самого себя. Искушение превратить камни в хлебы ради собственного насыщения и удовлетворения естественного чувства голода, Иисус отвергает. Тогда как в дальнейшем, без всякой просьбы со стороны, Будет чудесным образом умножать небольшое количество хлебов ради насыщения тысяч людей. Смысл первого искушения следует искать в изречении, процитированном Иисусом. Часть его превратилась в поговорку «не хлебом единым». Источником жизни является не материальный хлеб, а сам Бог и слово, исходящее из уст Его. Речь здесь идет не только о превосходстве духовного над материальным, о чем Иисус неоднократно будет говорить Своим ученикам, но и о роли Бога в жизни человека. Бог – источник всякого блага, и материального, и духовного. Следование Его воле, вслушивание в Его слово, важнее материального богатства и физического насыщения. Голод физический может быть утолен хлебом, а голод духовный может быть удовлетворен только Богом. Получив от Иисуса ответ на первое искушение в форме цитаты из Священного Писания, дьявол, искушая Его вторично, сам цитирует Писание. И снова Иисусу предлагается совершить чудо ради чуда. Однако, если в первом случае мотивацией для принятия искушения с точки зрения дьявола должно стать чувство физического голода, испытываемое Иисусом, то во втором случае соблазн связан с тем, что Иисусу предлагается осознать собственное всемогущество и проявить Себя в славе. Из трех искушений, третье является самым значительным по своей смысловой нагрузке. Это искушение политической властью и могуществом. Искушение земной властью преследовало Иисуса на протяжении всего времени Его служения. Оно было связано с представлением о Мессии как политическом вожде, который придет, чтобы освободить Израиль от иноземного ига и стать царем над Израилем. Однако в данном случае дьявол предлагает Иисусу политическую власть не только над Израилем, но над всеми царствами мира. Речь, следовательно, идет о более широком контексте понимания власти как таковой, не только в масштабах одной страны. О какой власти идет речь и почему Иисус отвергает ее? Ни Ветхому Завету, ни христианству никогда не было свойственно представление о том, что дьявол имеет власть над миром. Будучи обманщиком, дьявол обладает только иллюзорной властью. И если он этой властью торгует, то не потому, что ей обладает, а потому что обманывает, выдавая себя за Бога. История трех искушений получила оригинальное осмысление и толкование у Достоевского. Великий русский писатель рассматривает эту историю в легенде о великом инквизиторе. В уста своего героя он вкладывает мысль о том, что в трех вопросах, заданных дьяволом и Иисусу, соединена в одно целое и предсказана вся дальнейшая история человеческая. И явлены три образа, в которых сойдутся все неразрешимые исторические противоречия человеческой природы на всей земле. Религии свободы, принесенной на землю Иисусом, великий инквизитор противопоставляет религию рабства, основанную на чуде, тайне и авторитете. Люди, говорит герой Достоевского, нуждаются не в свободе. Они нуждаются в рабском повиновении. Не в хлебе небесном, а в хлебе земном. Они, как послушное стадо, пойдут за тем, кто даст им хлеб, покажет им чудо и явит авторитет. В основе конфликта между Иисусом и дьяволом лежит конфликт двух ценностных систем. С одной стороны, проповедь Царства Божия, учение о превосходстве духовного над материальным. Представление о том, что следование за Богом должно быть свободным выбором человека, не основанным ни на материальных благах, ни на преклонении перед чудом. С другой стороны, набор ценностей, принадлежащих исключительно миру силы. Материальное богатство, хлеб, чудо и земная власть. Отвергая материальное богатство, чудо и земную власть, Иисус всему этому противопоставляет источник всех ценностей, каковым является Бог. Но почему Иисус должен был сам пройти через искушение от дьявола? Недостаточно ли было просто научить людей бороться с дьяволом и побеждать его? По той же причине, по которой он сам был крещен, а не только заповедал ученикам крестить людей. Иисус всецело отождествляет себя с человечеством. Ключом к истории трех искушений, как и к другим историям, запечатленным на страницах Евангелий, является вера в то, что Иисус является одновременно Богом и человеком. Искушение дьявола он отвергает не только как Бог, но и как человек, тем самым доказывая, что каждый человек, которого будет искушать дьявол, может отвергнуть искушение и сделать выбор в пользу Бога. Субтитры создавал DimaTorzok